Всем здравствуйте! Это новости Турции. Для тех, кто открыл подобное видео впервые, я живу в Турции и перевожу на русский язык новости из официальных источников здесь у нас в стране. Если вам интересно, чем на самом деле живут турки, с чем интересуются, о чем сплетничают, то вам точно на этот канал. В инфобоксе под видео ссылка на телеграм-канал самых свежих новостей из Турции. Обязательно подписывайтесь. Это мой личный блог без претензий на профессиональную журналистику. Как всегда, начнем с геополитических общих новостей, но сегодня очень много социалки, внутрянки, я честно скажу, сразу много новостей о детях. Хакан Фидан призвал к международным санкциям против Израиля и заявил, цитата из его слов, что дипломатия, международная политика больше не работают. Также он выступил с такими заявлениями на встрече организованной правящей партии справедливости и развития по ситуации в Палестине на данный момент. Хакан Фидан заявил, что мировое сообщество достигло точки, когда необходимо перейти к действиям и ввести санкции против Израиля для того, чтобы их остановить. К геополитике Эрдоган у нас планирует провести, конечно же, двусторонние переговоры с лидерами России, Китая и Индии на полях саммита BRICS в Казани, в который он собирается. Это произойдет буквально через несколько дней, в следующий вторник. А также вчера появились видео и фотографии, как президент Реджепте Эрдоган посетил главную станцию такси Хакча в районе Дикмен провинции Чан-Каяр и пообщался с таксистами, гражданами. Ну, короче говоря, просто вышел к людям, попил чайку, пообщался. Там кто-то жену и с ребенком привел, в общем, с ними просто с обычными людьми посидел, пообщался. Когда я готовила этот выпуск, сегодня в монтаже к выпуску произошло землетрясение в Малатии. Это было в 10 часов 46 минут на востоке Турции. Землетрясение амплитудой 6 баллов, но Международный сейсминологический центр зафиксировал даже 6,1 балл. Толчки ощущались также в Ильязыге, Диарбакыре и в других провинциях и окрестностях Турции. Это самое сильное землетрясение с 6 февраля 2023 года. На данный момент официально власти не заявляют о пострадавших или погибших людях. Но есть землеразрушения, есть последствия, можете наблюдать это на видео. Многие дома потрескались, отпали куски какие-то, бетоны. В общем, в аварийном, сейчас будет идти оценка, и в аварийном состоянии может быть очень большое количество домов. Напомню, что есть очень много домов, которые выстояли предыдущие землетрясения в 2023 году. Но сейчас эти сильные толчки могли также навести большой урон и ущерб этим домам. Турчанка не дождалась такси и родила в автобусе. Вчера у Ханифе Мете начались схватки, и женщина с мужем сели в автобус, так как они не смогли дождаться такси для того, чтобы поехать в больницу. Это все происходило в районе Сен-Иру, Стамбула. И у женщины, видимо по всему, были стремительные роды. Водитель высадил всех пассажиров, припарковался, вызвал скорую помощь и помог ее супругу приготовить место для приема родов женщины. Ее положили на пол, расстелил им какую-то там тряпку, нашел какую-то как будто пеленку. В общем, девушка в итоге родила мальчика в автобусе, целехонького и невредимого. И ей в родах, конечно же, помогла бригада скорая, которая прибыла на вызов, приехали они очень быстро и приняли роды у женщин. Турецкая певица Сарен Саренгил, она выдвигаться планирует в депутаты в Турции. В сети заверсилось видео, где она рассказывает, что мой гражданский долг использовать свою славу во благо животных, защищать их, поэтому я хочу пойти в политику. Мы должны вместе все это сделать. Собственно, преддверие, почему выдвинуто было это видео, почему она об этом вообще говорила. Буквально последние три дня не утихают возмущения в соцсетях, потому что защитники животных в Стамбуле, волонтеры, они проникли просто в один рандомный государственный приют. И были поражены рандомно, в том плане, что он не один такой. Животные содержались просто в ужасных условиях, их плохо кормили, их, естественно, не гуляли с ними, не закрыли в закрытых помещениях без света, солнца и всего прочего. Их не лечили, очень многих были открытые раны, там, покусы. И животные, ну, в прямом смысле, просто гнили заживо, потому что у меня оказывалась медицинская помощь и уход. И не просто сидели, как условно, в камерах в этих, и дожидались своей казни, на самом деле, по новому закону. Закон об эвтаназии животных, против которого очень много людей в стране были. Это все летом, буквально пару месяцев назад, да, его приняли, этот закон. По этому закону все легально, по правилам. Да, они дожидаются, их никто, скажем так, не приходит, не забирает к себе в добрые руки, не нашли хозяев для них. Мы их можем усупить по этому закону, то есть, там, взломем так бесхозные животные. Но это какие условия, ну, это просто жесть. Плюс еще волонтеры нашли в мешках для мусоров черных, на мусорке этого приюта, тела уже убитых животных. Они были еще теплые, то есть, это недавно произошло. Им вкололи сыворотку, усыпили, в общем, этих животных. Поэтому тема острая, очень острая в обществе, и очень много правозащиты этой занимаются, знаменитых людей. Это без внимания не остается. Вот до того, что певица сказала, буду в депутаты выходить, потому что она, короче, для чего ее фраза пояснил, да, для того, чтобы менять законы, какие-то реформы делать, что так дальше именно продолжаться не может. Член муниципального совета исключили из партии за его victim blaming, который он совершил публично. Видео есть, где на заседании он был член совета ПСР, заявил, что мертвые женщины так же виноваты, как и убийцы. Вот прямая его цитата. За что у него было взыскание санкционное, но он их уже много набрал, исключили из партии. Также на днях Нобелевскую премию получил турок. Это очень приятное большое событие для страны. Премию вручили по экономике. Его зовут Даррен Аджемаулу, он живет в Америке, но он родился в Стамбуле, а по крови вообще, по происхождению, он армянин. Он уже не первый лауреат Нобелевской премии турецкого происхождения. До этого премию получал Архан Памук в 2006 году по категории литература. И в 2015 году Нобелевку Азиз Санджар. Это была Нобелевская премия по химии. Немножко хочу дать объяснение, если кто-нибудь новость не делал, она в многих СМИ расходилась. Суть их работы, за что экономисты эти получили Нобелевскую премию. Они доказали, справили корреляцию, тесты и доказали теорию о том, что экономически успешные страны сейчас в мире нашем, это те страны, у которых в жизни активной политической и социальной жизни участвуют граждане. Чем ближе граждане народ к политикам власти и социальной жизни, то есть участвуют в выборах, принимают какие-то решения, несут за это какую-то ответственность, выбирают условно старосту района или еще что-то, не только про президентские и какие-то муниципальные выборы. В общем, чем граждане больше вовлечены в социальные и политические процессы в стране, тем в итоге страна более экономически успешна, это пример из самых успешных сейчас стран в мире, потому что люди чувствуют свою ответственность за происходящее, более бережно относятся, соблюдают законы. И гражданка России родила новорожденного ребенка, бросила в туалете аэропорта Анталии, родила и бросила. Уборщица зашла в общественный туалет для инвалидов, он там большего размера, и там можно закрыться, свидетелей каких-то не будет, и обнаружила маленького новорожденного ребенка. Она сразу же обратилась к охране полиции аэропорта, они по камерам установили, что ЧП это оставили ребенка произошло буквально 12 минут назад до того, как женщина нашла его уборщица. Тем временем арестовали по камерам, нашли, кто это сделал. Это были две гражданки Российской Федерации, они оставили ребенка в туалете и проследовали к паспортному контролю, это на зону вылета, не паспортный контроль, к зоне вылета, короче говоря. И их задержали, арестовали. Уже называется фамилия и имя девушки, но я фамилию называть не буду, давайте скажем имя просто. Это Екатерина, ей 28 лет, и она была со своей мамой. Ребенка сразу же отдали в больницу турецкую для обследования и оказания помощи новорожденной. Девушки тоже, матери, которая родила, оказали помощь ей. С ней и с ребенком все в порядке, они сейчас вместе содержатся, но они сейчас на скамье подсудимых за преступление, которое они совершили. Почему их две на скамье подсудимых и мама этой девушки, которая это сделала, сама девушка. Потому что, как утверждает Екатерина, что мама ей дала эту идею, или, скажем так, посоветовала, подсказала так поступить, родить в туалете, оставить ребенка и уехать. В турецких СМИ эта новость не очень сильно шумела, она больше шумела, конечно же, среди иммигрантов, кто здесь живет, да, русскоязычных и так далее. Это очень, конечно, обсуждалось. Что еще могу отметить? Официально консульство РФ заявило о том, что да, это правда новость, они находятся в контакте с этой девушкой и ее мамой, и оказывают посильную помощь, которую они могут сделать. И опять же про детей в Турции. У нас на днях задержали врачей-убийц, это очень крупный скандал развивается сейчас. Что это такое? Это банда врачей, они виноваты в гибели детей. Арестовали 8 человек, банда новорожденных называют, потому что эти 8 человек угрожали прокурору смертью за то, что он начал расследование в медструктурах гибели 12 младенцев. Эти преступления происходили в разных городах Турции, в частности в Стамбуле, в Чорулу, в Текирда. И 12 детей по халатности врачей умерли в этих городах. И была преступная сеть акушеров, которые в государственных больницах работали в этих городах. Они переводили из государственных больниц детей в частные клиники, скажем так, переводили с той посылкой, что у детей какие-то проблемы при родах были, какие-то отклонения, они делали вот эти документы, записи. Они в государственной клинике не могут оказать поддержку, не могут этого ребенка лечить по этому диагнозу. То есть нужно лучшее оснащение, оборудование и так далее. Это повод перевести их в частную клинику. Детей новорожденных переводили, а по факту очень многие дети были вообще здоровы, без каких-либо диагнозов. И таким образом, пока не обсуждается, в СМИ не было и информации, сколько количество детей подверглось этой процедуре, да, попали, были жертвами. Но вот известная уже цифра, 12 детей в итоге погибли в этих частных больницах, потому что их лечили от несуществующих болезней. То есть детей, ну, условно, залечили. Там разные у всех причины какие-то, но по факту, если бы не было вот этого трансфера из госбольниц в частную, этого бы, смерти этих детей не было. Родители ничего не платили, потому что это закрывала медицинская страховка граждан. Но вот эти врачи, которые это все организовали, напомню, и государственные клиники врачи подвязаны, и в частных, куда их отправляли, да, то есть это уже много человек, это большая структура, это сеть убийц, младенцев, как она здесь, вот это дело называется в Турции, они, в свою очередь, получали по, там, 8 тысяч лир в день от государства по страховке за каждого ребенка за день пребывания в больнице. И таким образом им получилось реализовать вот этих выплаток государства по страховке около 1 миллиарда турецких лир. Если мы в долларах смотрим и делим на 34, а если в рублях, это 3 миллиарда рублей. Это, короче говоря, около 30 миллионов долларов, 29 миллионов 250 тысяч, если уж прям быть четкими. Новость дня вообще, на днях это была в Турции, готовили введение ежегодного взноса в районе 750 турецких лир для поддержки оборонной промышленности с кредитных карт людей, у кого на счете 100 тысяч лир и больше. Об этом сообщил председатель парламентской группы Абдуллах Гюленко. Зацепила, конечно же, новость по 750 лир в год ты должен отдать, если у тебя больше 100 тысяч лир и больше, за что? За то, чтобы оборонка в стране развивалась. Очень, конечно, это вызвало большие обсуждения. Люди были очень крайне против. Не потому, что им в карман залезли без спроса. Вообще, что за оплаты, скажем так, которые с ними даже не согласованы. И именно направление людей возмутило, что это оборонная сфера, которая должна финансироваться из госбюджета, если что, не из их карманов. Буквально вчера вечером вышло уже опровержение от государства. То, что власти посмотрели, прям такая цитата, на недовольство людей. О том, что людям это не понравилась идея. И они дали откат обратно о том, что все это будет пересмотрено. На самом деле, мы решили это отложить, стопорнуть до 2025 года. Там попозже посмотрим, будет опять обсуждение какое-то в парламенте вот этих изменений этого закона, который планируется. То есть, отложили примерно на полгода, но по факту среагировали очень быстро. Два дня буквально. 82-летняя бабушка из Манисы стала блогером и инфлюенсером в соцсетях, в частности, в Инстаграме. Женщина подобрала кошку с улиц. Сочнее, кошка пришла вообще в их бахче, в их сад. Она очень полюбила кошку, приютила, оставила у себя и заботилась об этом кошке, как о человеке, как о ребенке. Шила ей наряды, покупала одежки. И однажды сын снял, как эта бабушка с кошкой своей разговаривает. Мой ребеночек, моя доченька, в общем, так не относится. И он загрузил в соцсети Reels в Инстаграм. И по факту бабушка очень быстро начала набирать подписчиков и стала популярной. 82 года стала инфлюенсером, да. Стала блогером, сама того не ожидает. Теперь у нее регулярно выходят видео в Инстаграме на ее страничке. Всякие наряды кошки, как она с ней говорит, общается. Кошка вообще попала в лучшую жизнь с улицы, перебралась к бабушке, нарядили ее всякие платья. Она балдеет, за ушком ее чешут, прекрасно кормят. В общем, идиллия. Бабушка развлекается и кошка, собственно, в пределе, живет свою лучшую жизнь. Вот такие новости Турции на данный момент. Спасибо, что обратили внимание. Подписывайтесь на канал и оставляйте комментарии под видео. Какая новость вас сегодня больше всего поразила, вызвала у вас эмоции. Подписывайтесь на телеграм-канал. До новых встреч в следующих видео. Всем пока.